Криминальный авторитет Терриел Аняни собирается переехать в Турцию. Один из самых влиятельных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве Терриел, Таро, Аняни, после освобождения из колонии в России, собирается жить в Турции. Об этом журналистам сообщил в Тбилиси адвокат Александр Кабыдзе, который защищает интересы другого криминального авторитета Минди Горадзе, Лава Саглы. Адвокат подчеркнул, что недавно находился в Турции, где проводил консультации в связи с делом своего подзащитного. При этом он ответил и на вопрос о дальнейших планах Аняни. Адвокат отметил, что Аняни не является гражданином Грузии. Терриел отбыл наказание в России, и подтверждаю, что он приедет в Турцию, в Стамбул. Российская Федерация установила ограничения не только для него, но и для воров в законе в целом. По моей информации, он пока что собирается жить в Турции. Он не является гражданином Грузии, сказал Кабыдзе. Аняни в 2010 году был приговорен Мазгарсюдом к 10 годам колонии строгого режима. Затем срок наказания был сокращен на 2 месяца. В результате законник должен выйти из колонии уже завтра, 9 апреля. Как сообщают российские СМИ, служба по исполнению наказаний попыталась сразу установить на Даняне трехлетний административный надзор. Исходя из того, что в колонии с его стороны было зафиксировано 253 факта нарушения установленного порядка. Однако суд отказал в этом ходатайстве, так как Аняни подлежит депортации из России. В июле 2018 года заместитель министра юстиции РФ издал распоряжение, по которому Аняни являются лицом, чье пребывание в России признано нежелательным. По данным российских СМИ, после освобождения Аняни обострится борьба за место вора в законе номер один. До недавнего времени это звание закрепилось за Захарием Калашевым, шакра молодой. В настоящее время шакра отбывает срок в Краснодарском крае и тоже может вернуть себе первенство в криминальном мире. В 80-е годы Аняни считался самым авторитетным вором в законе в Москве. В 90-х переехал в Париж, затем в Испанию, где занимался строительным бизнесом. В 2005 году испанские правоохранительные органы провели одну из крупнейших в Европе полицейских операций СА. Более 400 полицейских с использованием бронетранспортеров и вертолетов провели около 50 обысков в Барселоне, Аликанте, на курортах Марбелье, Фуинхеролы, Бенальмадины и Тарималиноса, где находились объекты Аняни. Самому Аняни удалось скрыться, однако полиция задержала его 12-летнюю дочь. С тех пор Аняни перебрался в Россию, где в 2006 году получил гражданство. Есть данные, что Аняни мог быть причастен к покушениям на криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова, Япончика, и Аслана Усаяна, Дед Хасан. Аняни все еще числятся в розыске, так как Испания обвиняет его в отмывании денег и организации преступного сообщества. Также в прессе обсуждают слухи о том, что Аняни могут депортировать в Грузию. В этом случае у Таро есть хорошие шансы остаться на свободе и обосноваться в какой-нибудь относительно безопасной для себя стране. Вероятно, ей станет Турция, пишет российское издание Prime Crime. По данным издания, в планы Аняни входит организовать самую масштабную сходку криминальных генералов, наподобие той, что провел Шакра молодой в Армении в 2015 году, и расставить точки над И во многих вопросах в воровском мире. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. И не забывайте подписываться на канал.